И тогда империю начало будораживать уже другие вопросы, вот это, что касается воли Христа. Вот если по этой воле Христа они хотя бы пришли к единому мнению, вот этой большой трагедии не случилось бы в христианском мире. Ладно, что случилось, случилось, да. Но вот Максим все испортил, так называемый исповедник, он настолько усугубил вот эти споры богословские, что фактически уже в 680 году, так называемом 606 соборе, уже окончательно византийские церкви, римские византийские церкви окончательно перешли фактически в нестарянство. То есть нестарянство говоря, исповедание. Потому что начали исповедовать две воли во Христе. А если в одном человеке две воли, да, это уже нас возвращает опять к развоению личности. Хотя они говорят, что человеческая воля была постоянно подчинена божественной воле Христа, но это еще усугубляет ситуацию. Почему? Потому что происходит искажение самой понятия воли. То есть получается, мы совсем по-разному понимаем волю. Вот здесь уже окончательно происходит подмена богословской терминологии. А именно, то есть под ипостасию понимается природа, то есть под личностью понимают природа, а под природой понимают личность. Полное исковеркание, то есть вверх тормашками все изменилось. Пример очень простой. Ну, я могу вас задать. Вот вообще воля, воля, как происходит, что из себя представляет воля?